В соответствии с федеральным законом, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, устройство пожарных проездов должно быть обеспечено для всех зданий и сооружений. В своде правил определены все подробности для беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей к многоквартирным домам. И все это должно было быть выполнено. Меньше недели прошло с крупного ночного пожара в Краснодаре, где были полностью уничтожены огнем квартиры, всего больше 50, верхнего этажа многоэтажки на улице Российской. Боролись с пожаром больше пяти часов, тушили его свыше 200 человек и было задействовано 63 единицы техники. Это происшествие заставляет задуматься и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Был организован объезд многоквартирных домов в Славянске-на-Кубани главой Славянского района Романом Синеговским и представителями всех заинтересованных служб. Ставилась цель проверить состояние дел в этой сфере, выявить недоработки. Во дворе дома номер 279 по улице Пообеды обратили внимание металлические гаражи и высокие деревья, которые затрудняют подъезд пожарной машины к стоящему рядом дому. Во дворе, куда выходит стоматологическая поликлиника, разросшиеся деревья также затрудняли проезд пожарных. В новом доме по улице Дзержинского, 233, проезду препятствуют ворота, а также навесы-полисадник, сужающие дорогу. Есть проблемы и в доступе для пожарной техники к дому по улице Лермонтова, 263. Этот объезд вывел недочеты и узкие места, которые необходимо исправить. Глава Славянского района подчеркнул, что нужно по этой теме определить все, что не соответствует противопожарным требованиям, проанализировать ситуацию и принимать меры, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Для пожарных очень важно, чтобы строго соблюдались требования к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для пожарной техники. Все эти недостатки будут соответствующим образом отражены и будут приниматься меры, назначатся ответственные за данные мероприятия. Установлены будут сроки устранения всех недостатков. Думаю, что кратчайшие сроки мы проведем наш город, именно внутридомовые территории, проезды для пожарной техники, основной и специальной, в необходимый порядок. Дело в том, что при тушении пожаров цена буквально каждая минута и промедление может препятствовать оперативной работе пожарных, а значит скажется на безопасности. А если она не подъезжает непосредственно к месту пожара, а остановится дальше, то тут каждое мгновение увеличивается срок боевого развертывания, соответственно срок подачи первого ствола, соответственно время локализации и время ликвидации пожара. Это все идет к этому. А если это идет речь о эвакуации с верхних этажей людей, то мы просто физически не сможем поставить свой подъемный механизм и просто мешает дереву. В конечном счете безопасность жителей должна быть на первом месте и они должны быть также обеспокоены тем, что нужно обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники. И все, что предпринимается и будет делаться для улучшения пожарных проездов, это в интересах безопасного и комфортного проживания славянцев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События. По проекту, вот.